Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня, 8 февраля. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По предварительным данным следствия, возгорание началось в одной из комнат в результате короткого замыкания проводки. Двое детей погибли от отравления угарным газом. Двое спасенных малышей также получили отравление и сейчас находятся в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». И еще один человек погиб на пожаре в Марьяновском районе. В 5 часов дня загорелся дом в селе Уютное. На место выехали 5 бойцов МЧС. К их прибытию из окон дома шел густой дым. Полностью ликвидировали возгорание за 40 минут. В ходе тушения обнаружили тело хозяина дома. Эпицентром пожара оказалось кресло. По основной версии погибший уснул с непотушенной сигаретой. А в Омске спасатели тушили бытовку, пристроенную к административному зданию. Возгорание началось в час дня на улице Бусарова. Дыма мечи могли наблюдать за много километров от места ЧП. С огнем боролись 36 бойцов МЧС на 8 машинах. Из соседнего здания эвакуировали 15 человек. В результате пожара бытовка площадью 20 квадратных метров была полностью уничтожена. Огонь повредил часть кровли административного здания. На полную ликвидацию возгорания ушло почти 3 часа. По основной версии пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В Анапе будут судить о меча, обвиняемого в смерти своего сына. В сентябре прошлого года семья с двумя детьми приехала отдыхать на Черноморское побережье. В один из дней на море начался шторм, однако родители все же пришли с подростками на пляж. Купаться было запрещено. По версии прокуратуры, отец знал об этом, тем не менее разрешил сыну зайти в воду. Ребенка унесло в море и его тело нашли только спустя два дня. В отношении о меча возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас материалы направили в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. В Омске осудили мужчину, по вине которого в многоэтажном доме произошел взрыв газа. Напомню, происшествие случилось в декабре 2017 года. По данным следствия, новый девятиэтажный дом в Амурском поселке был введен в эксплуатацию, однако газопроводу в здание еще не подключили. 58-летний амич занес в квартиру пятилитровый баллон и подсоединил его к плите. Через несколько часов произошла разгерметизация емкости, и газ заполнил квартиру. От взрыва выпали на улицу две железобетонные панели. Оказались разрушены межкомнатные перегородки. Переломы ног и ожоги тела получила 60-летняя супруга обвиняемого. Спустя две недели дом восстановили за счет городского бюджета. На ремонт затратили 10 миллионов 300 тысяч рублей. В итоге суд приговорил виновника взрыва к шести месяцам ограничения свободы. Кроме того, пенсионеру придется возместить всю сумму ущерба. Октябрьский районный суд вынес приговор Амичу, который в своей квартире выращивал коноплю. По материалам дела, 32-летний мужчина через интернет купил семена запрещенного растения. Комнату переделал в теплицу, установил вентиляцию, специальное освещение и обогреватели. Рассаду поливал с использованием удобрений. В ходе обыска полицейские изъяли 20 кустов конопли. Кроме того, обнаружили более килограмма уже готовой марихуаны. В суде свою вину фигурант признал полностью. В результате криминального агронома приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Условно. Кроме того, осужденного обязали пройти консультацию у врача-нарколога. Амичка заявила в полицию о краже, не подозревая, что к преступлению причастен ее сын. 53-летняя женщина присматривала за квартирой брата. На днях, придя на место, она не обнаружила телевизор, мультиварку, два компьютера и комплекты столовых приборов. Оказалось, что ее пьяный 34-летний сын вместе с приятелем попытались сдать украденное в ломбард, однако при выгрузке вещей их задержали сотрудники ППС. Заявленный ущерб – 35 тысяч рублей. За кражу с проникновением подельникам грозит до 6 лет колонии. На днях мы рассказывали о краже бензина на заправочной станции. Автолюбитель снял, как на улице Омской, из малолитражки вышла женщина и направилась в павильон. Пока кассир предлагал водителю кофе и прочие мелочи, заправщик подошел к легковушке с 5-литровой емкостью и заполнил ее бензином. Затем он вернул пистолет в горловину бака, а бутыль с топливом унес к себе на служебную территорию. Тогда ничего не подозревающая женщина уехала по своему маршруту. Ролик попал в соцсети и вызвал у пользователей волну негодования. Амичи возмущались, что на заправке установлены камеры наблюдения, и слить топливо незаметно просто невозможно. Некоторые предположили, что заправщик был в сговоре с кассиром, которая в это время отвлекала клиента. Возможно, был в курсе и сотрудник, в чьи обязанности входит просмотр записей с камер наблюдения. В итоге, после скандала в интернете, работника заправки уволили, а девушке вернули деньги. Накануне днем на трассе Обск-Черлак дорожные инспекторы спасли от замерзания семейную пару. Напомню, столбик термометра опустился ниже минус 30 градусов. Полицейские патрулировали район и увидели на обочине автомобиль с открытым капотом. Водитель рассказал, что ехал с женой в очиир, но машина по дороге заглохла. Людей посадили отогреваться в служебный автомобиль. Владелец иномарки позвонил родственникам, которые через непродолжительное время привезли новый аккумулятор. Когда инспекторы убедились, что машина завелась и может ехать, то продолжили патрулировать трассу. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. А я с вами прощаюсь. И помните, что «Жесть» – это не только лист металла, но и то, что иногда случается с нами в повседневной жизни.